В Израиле официально запрещен игорный бизнес. Здесь нет казино, а есть лишь спортивный тотализатор и обычная лотерея. На прошлой неделе мы рассказывали вам о том, что в планах Министерства туризма открыть игорную зону в городе Эллад. Окончательное добро должен дать премьер-министр. Пока не Танягу думает, в местной прессе начались споры по поводу строительства казино. Сергей Услендер попытался найти истину. Намерения у правительства самые благие. Пополнить казну, повысить туристическую привлекательность. Такими аргументами пользуется премьер, убеждая партнеров по коалиции. Собственно, идею открыть в курортном Элладе казино он продвигает уже давно, но пока дальше обсуждение дело не заходило. Теперь намерения Нитанягу самые решительные, чего не скажешь о других политиках и даже его соратниках по партии Ликут. Вот, например, Орен Хазан. Сам руководил работой игорных заведений в Болгарии. Его отец Ихель, будучи депутатом КНЕС, это 14 лет назад подал законопроект о строительстве казино в Элладе. Закон тогда был отклонен. Сегодня сын автора этого законопроекта категорически против такого бизнеса. Совсем недавно я представил законопроект, который предусматривает отчисление в виде 5% от всех тотализаторов для создания центров по реабилитации людей, оказавшихся в игровой зависимости. Мы должны помогать людям. Это также вопрос, связанный с системой образования. Ведь если вы посмотрите на казино в Элладе, то это далеко не главное, что может спасти туризм. Там есть достаточно мест, которые могут привлекать туристов. У многих других парламентариев отношение к проблеме не менее однозначное, а именно абсолютно отрицательное. По их мнению, строительство казино породит больше проблем, чем решит. Причем убытки прямые и косвенные могут быть намного больше, чем выгоды. Когда будет легальное казино в Элладе, те, кто не могут выехать за границу, они поедут в Эллад и спустят всю зарплату прямо на красное-черное. И зарплаты в один момент не станет. И в этой ситуации, в такой ситуации финансовой могут оказаться многие семьи. То, что сегодня это нелегально, то люди все равно боятся. Боятся полицию, их ловят. Полиция закрывает нелегальное казино. Когда это будет легально, то любой, который хочет попробовать свое счастье, поедет туда. И его семья может оказаться в плохом финансовом положении. Арик – хозяин небольшой лавки в северном Тель-Авиве. Его знает вся округа, он настоящий эксперт в сырах. Вся округа знает и его историю, он ее особо и не скрывает. Много лет работал таксистом и пристрастился к игре в лото. Такая разновидность азартных игр, разрешенная в Израиле. От зависимости избавлялся долго и мучительно. Теперь он убежденный противник азартных игр в любых видах. Это настоящая болезнь. Я еле вышел из этого. Вы не представляете, каково мне сегодня, когда я слышу про то, что государство намерено сделать это легально. Да, может, это принесет деньги в казну, но это разрушит семьи. Нельзя менять закон, нельзя открывать казино. Да, может, это принесет доход и работу, но это уничтожит чьи-то судьбы. Это будет катастрофа. Я рад, что мне удалось победить это. Каждый день я говорю спасибо Богу, что он меня уберег. У меня сегодня свой бизнес, трое замечательных детей. Я больше никогда не буду этим заниматься. Газета Арыц приводит такие данные. Казино действительно увеличит на 10% поток туристов в Эйлад. Будущие доходы подсчитать сложно. Понятно, что речь идет о десятках миллионов шекелей, которые пойдут и в бюджет города, и в казну государства. Сейчас взять их просто неоткуда. В качестве примера приводят знаменитое казино в палестинском Иерихоне. Оно, по слухам, приносило автономии до 3 миллионов долларов в день. Сколько людей пострадало от игровой зависимости, точных данных нет. В принципе, многие психологи идею создания подконтрольных государств игровых центров поддерживают. Их логика проста. Те, кто хочет играть, все равно будут играть. Так зачем отдавать эти доходы нелегальным казино? Я не вижу никакой опасности, исходящей из казино. Это не ведет к массовому разврату населения. Население, которое хотело развратиться, оно развратилось и без этого, отдав свои деньги на черный рынок. Посему я вижу идею правильную. Она хорошо отвечает интересам страны. Она, видимо, вписывается в интересы тех групп населения, которые занимаются сегодня туризмом и так далее, хотят привлекать новые отрасли. Помогает отслеживать людей, у которых есть нетрудовые черные налоги, черные доходы и обгладывать их налогами. А также помогает нам вычислить тех людей, которые не справляются. И тогда мы им сможем предложить помощь. Помощь придется предлагать минимум 30 тысячам. Именно столько по подсчетам специалистов пострадают от игровой зависимости. Средний посетитель казино должен оставлять там по 160 долларов. За визит, что сулит казне колоссальные прибыли. И этот аргумент может перевесить все остальные. Разработчики законопроекта правда утешают тем, что израильтянам вход в казино будет запрещен. Эту неприятную обязанность возложат на полицию и налоговое управление. Как быть с теми гражданами, у которых есть паспорта других стран, пока непонятно. В любом случае, игорный бизнес – отрасль чрезвычайно запутанная и постоянно балансирующая на грани закона. На одной чаше весов здесь, конечно, большие деньги, которых государству постоянно не хватает. И здесь немало положительных примеров взять тот же Лас-Вегас. Но на другой – человеческие судьбы, разрушенные игорной зависимостью. Вот здесь примеров просто миллионы. Задача, которая стоит перед израильскими законодателями, требует особых решений. В прошлом такие решения найти не удалось. Сергей Услендер, Алена Боярская. Специально для «Израиль за неделю». А со мной в студии депутат КНЕСТа от партии «Кулану», вице-спикер Талий Плоскова. Добрый вечер, Талий. Добрый вечер. И директор клиники «Ренессанс» по лечению зависимости Сергей Юрченко. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Талий, начнем с вас. Вы депутат КНЕСТа. Вы за казиновой лати. И, собственно, аргументируете вашу позицию. Начнем с того, что позиция моя сейчас не как члена партии «Кулану», а как моя Талий Плоскова, как бывшего мэра города, который тоже хотел себя видеть городом туризма в государстве Израиль. Южный город Арат, как у нас периферийный город, как говорят. Да, и, кстати, я хочу сказать вам, что когда Стас Месежников был министром туризма, мы даже этот вопрос с ним обсуждали. К сожалению, как вы поняли, не один раз такие попытки были. И, к сожалению, ни одна из них не привела к результату. Так, но вы тоже наверняка слышали аргумент, что чем беднее люди, тем они больше имеют шанс попустить все в казино. Они же не понимают, они последнее готовы отдать, лишь бы выиграть, сорвать большой курс. С вашего позднения я хочу добавить некоторые факты, кроме того, что мы вот слышали в вашем ролике. Израильтяне сегодня тратят на азартные игры до 30 миллиардов шекелей в год. Знали ли вы это? Вряд ли. То есть это 7 миллиардов долларов, это много, мало для страны 8 миллионов? Это бюджета оборонного нашего государства. То есть много? Конечно, очень много. Около 10 миллиардов проходит через официальный игорный бизнес. Тото Мефаля Пайс. Тоже нам всем знакомы. Управление авторей. Конечно. Тото заработал в 2015 году около 3 миллиардов шекелей. И Мефаля Пайс около 6,5 миллиардов шекелей. Факты. Так, а сколько денег уходит в нелегальное казино, которое находится в нашей стране? Вот, и тут я хочу сказать, еще около 10 миллиардов шекелей. Вы понимаете, какие цифры мы говорим? 10 миллиардов шекелей израильтяне тратят на нелегальные азартные игры. В основном на нелегальные казино. Я говорю одну вещь, которая... И это аргумент, который вы хотите эти 10 миллиардов долларов в казино. Если оно у нас в нашем государстве уже существует. Тот, кто хочет идти в казино, он находит, как к нему идти. Почему же это не сделать легальным? Почему? Чтобы люди не платили налоги государству. Я, конечно, понимаю и те стороны, которыми мы, как государство, должны будем позаботиться в том случае, если казино будет позволено. Но оставлять это так, в моем понимании, это совершенно неправильно. Понятно. То есть, если это идет до голосования, вы будете голосовать за. Сергей, почему вы против казино в Израиле? И сколько человек обращается к вам? Спустив все деньги, которые приходят и говорят, мы не можем, мы видим казино, мы не можем туда не войти. И, к сожалению, поток таких обращающихся, он увеличивается из года в год. Я в месяц общаюсь с десятками людей, с десятками семей, которые страдают именно от игромании, которая сопровождается, к сожалению, еще и алкогольной зависимостью. И так как игра, она всегда сопровождается употреблением напитков или еще чего-то, потому что это расслабляющая такая атмосфера, она к этому располагает и принимает, и приглашает. И важно заметить, что международный опыт подсказывает, что узаконивая ничего-либо, и казино, или наркотиков, легализация, не уменьшает подпольного рынка, черного рынка. То есть, будет легально и будет параллельно нелегально. И нелегальному рынку будет еще проще под лоном легального рынка проворачивать свои делишки. Я не понимаю, объясните, в чем суть. Если есть легальное казино, зачем мне держать дома нелегально и бояться, что... Не платить налоги, очень просто. Налоги, это раз. А во-вторых, если игрок проигрался во всех официальных местах, куда ему идти? Он пойдет в нелегальное казино и будет играть там, и будет продолжать искать, где ему можно свою страсть удовлетворить. Когда депутаты Министерства туризма предлагают, что вход в казино будет только для иностранных граждан, вас это успокаивает? Или вы считаете, что изольтяне найдут любой способ туда войти? Не успокаивает по тем мотивам, что все-таки казино встает на одном ряду с проституцией и наркотиками. Все-таки это синонимы растления какого-то, чего-то нечистого. И узаконивая этот бизнес, мне кажется, в глобальном... В глобальном, глядя на это глобально, хорошо это государство не сделает. В любом случае. То есть фидбик будет отрицательный, такой же, как он сегодня отрицательный у Голландии. Скажите, Италия, я так понимаю, это будет обсуждение в Кнесте? Это не просто не Таньягу решит и сделает. Будут комиссии, будут выслушать и специалистов. Что вы хотите услышать от специалистов, принимая решение о лекализации казино? Я, конечно, беру в расчет те вещи, которые мы с вами сегодня слышали. Естественно, что мы должны как государство продумать все вопросы, связанные с этим. Но, опять же, я говорю такую вещь. Если человек хотел идти в казино, как он пойдет после того, как будет легальное, так он и сейчас идет в нелегальное. Хотя бы бояться будет, он может бояться? Да, люди такого образа жизни ничего не боятся. Когда они хотят этого, вы поверьте, ничего не боятся. Поэтому я хочу подать пример Лас-Вегаса и Макао. Эти два города до того, как там открыли казино, были города, которые просто теряли свое существование. Никто там не жил, ничего не развивалось и так далее. Как только было принято решение о разрешении там создания казино, сразу все подскочило. Я считаю, во-первых, мы как государство имеем право на это. Это раз. Опять же говорю, наши граждане ездят за границу, играют в казино и оставляют деньги другим государствам. И даже на кораблях из Израиля в Грецию я знаю, сколько там денег оставляют в этих казино. Поэтому я говорю, в мое мнение, что да, нужно это узаконить. С одной стороны, это принесет немалые суммы денег в казино государства. Это поднимет Эйлад как туристический город, потому что Эйлад на самом деле сегодня становится неинтересным. Ну, ходили мы туда в кино, ну, ходили мы туда в аквариум, ну, сколько, то же самое. То есть что-то нужно такое, чтобы этот город каким-то образом поднять. Ну, дети все равно не пойдут в казино. Да, не соглашусь с вами, потому что... Опять же, я хочу подчеркнуть одну вещь. Не только казино должен развивать Эйлад. Если мы говорим о таком, это будет огромная программа. Это говорит о том, что там построят центры презентации, конференции, да, то есть чтобы туда привлечь еще. Естественно, если мы хотим этот город сделать для детей, кстати, сегодня тоже детям особенно там нечего делать, но если мы хотим сделать и для детей, мы должны позаботиться о второй части. Но мы не говорим сейчас просто только, если мы бы строили план города Эйлада, я бы сейчас вам рассказала, как я его вижу. Но мы говорим о казино, и поэтому я считаю, что можно это сделать. Еще раз говорю, только одну очень важную вещь. Согласно, нужны социальные службы, нужно, чтобы полиция подняла, естественно, я уже знаю, даже сейчас говорят о том, что выделили дополнительные финансы на это все, если будет такое решение. И правильно, таким образом, нужно это сделать для того, чтобы это все держать под контролем, не дать вот таким вещам, о которых вы говорили, и тут я тоже осторожно к этому отношусь, не происходить. Лас-Вегас, Макао, Эллад, может быть, в хорошей компании? Не сможет город, в котором будет казино, оставаться городом для всей семьи. Все-таки есть своя специфика, своя атмосфера. Вы говорите, что и специфические люди ходят в казино, но если мы разрешаем казино, то мы его тем самым рекламируем. То есть все больше людей будут слышать, будут знать, что это нормально, это в порядке. Вы знаете, что употребление марихуаны в Голландии за первые 10 лет легализации увеличилось в два раза. Почему? Потому что было можно. Потому что общество, потому что мы, государство, сказали, что ничего страшного, можно. То есть личный пример давления общественного мнения. Все-таки очень многих людей туда заметет вот этой метелкой общественного мнения и даст попробовать людям. А это химическая зависимость. То есть заводится химический процесс, который потом приходит в клинику. Вы не оставляете право выбрать человека. Вы считаете, что человек в современном обществе в 21 веке в Израиле не может самостоятельно решить, пойду ли я в казино, проиграю ли я свои деньги, как мы слышали в сюжете, в среднем 160 долларов в день. Либо я оставлю, я пойду куплю, не знаю, мороженое детям и какой-нибудь подарок жене. Конечно же может. И вы правы абсолютно. Те люди, которые очень этого хотят, они это сделают. Но остается все-таки прослойка людей, прослойка детей, подростков, которых мы можем в определенном возрасте спасти. То есть дать им сформироваться без вот этой вот пагубной привычки, скажем так. А разве дети и подростки, как казино может дать ответ детям и подросткам? Разве туда может быть им разрешен вход? Как это может повлиять на детей и подростков? Ребенок в 14, уже в 18 может реализовать свои желания. Скажите, вы были за границей, я был много раз за границей. Вы были в казино хоть раз? Ни разу. А вы были в казино? Я была, но не играла никогда. Как это? Разве интересно? Я была в Лас-Вегасе. Так. И я посмотрела, что такое казино. То есть я на самом деле, я такое видела, это на самом деле один большой праздник, что называется, в этом городе. И я, поэтому я говорю еще раз, я была там, почему-то я не играла. Как детсоблазно, вы захотите в казино? Ни я, ни мой супруг не играли. То есть потому что нам это не интересно. А тем, кому интересно, я еще раз говорю, он найдет, как играть. Поэтому я думаю, что можно превратить и в Лас такой же город-праздник. И, может быть, не нужно детей туда. Может быть, мы найдем какие-то другие города, которые будут юридически для детей. А и Лас сделать город для взрослых. Возможно. Я еще раз говорю, мы говорим только об одной теме, которая, конечно, возле нее есть очень много тем, которые обязательно нужно обсудить. Давайте мы так, давайте будем реалистами. Мы знаем, что Бениамин Танягу, премьер-министр, зачастую объявляет о каких-то громких решениях. Потом он видит, есть много против сейчас религиозной партии, против казино. И как-то так эта идея уходит под стол. Вот сегодня ваш прогноз. Не Танягу пойдет с этой идеей, положит ее на стол правительство, пригласит в коалицию, обсудит это в коалиции. И проведет он эту идею или это так, знаете, на уровне разговоров? Поговорили и забыли. Вы задали мне очень сложный вопрос, но одну вещь хочу сказать. Сам Натанягу, знаете, когда он стоит и говорит, если я решил, оно будет, вы знаете его предложение эти? Если я так решил, значит оно так будет. Я не знаю, я не могу сказать, я и не прокурор, и не адвокат Натаняу, но, конечно, он не поднимет этот вопрос, если у него не будет большинства. Поэтому трудно мне сегодня сказать, будет или нет, но то, что сегодня эта инициатива приходит от главы правительства, что раньше это не было, это тоже новое. Понятно. А у вас в таком случае лишь добавится работа, я понимаю. Абсолютно верно. Очень маленькая прослойка людей будет зарабатывать на этом баснословные деньги, естественно, это интерес, это бизнес. Но очень большое количество людей будет страдать. Я просто смотрю этим семьям в глаза каждый день. Сергей Юрченко, директор клиники «Ренессанс» по лечению зависимости, большое вам спасибо. Спасибо вам. И депутат КНЕСТа, вице-спикер Талия Плоскова, большое спасибо. Спасибо, хорошего вечера. И напоследок о необычном проекте, который в эти дни возводится в пустыне Негев на юге Израиля. Речь идет о солнечной башне, которая станет самой высокой в мире электростанцией. Ее высота 240 метров. Она окружена 5000 контролируемых при помощи компьютера зеркал. Новая установка, которая войдет в строй в следующем году, позволит получать 1% от всей израильской электроэнергии. Стоимость проекта 733 миллиона долларов. И самое главное, никакого загрязнения окружающей среды. Берегите природу. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале РТВИ. Редактор субтитров А.Семкин